Здравствуйте! Буквально на днях ученый совет САФУ принял решение об изменении организационной структуры университета. Отныне вместо институтов в его структуре появится семь высших школ информационных технологий и автоматизированных систем, психологии и педагогического образования, гуманитарных наук и международной коммуникации, экономики, управления и права, энергетики, нефти и газа, естественных наук и технологий и высшая инженерная школа. О том, каких изменений ждут от новой структуры в самом ВУЗе и что новая система управления даст студентам и абитуриентам, а также о других актуальных вопросах системы образования, мы поговорим с ректором САФУ Еленой Кудряшовой и проректором по учебно-методической работе Алексеем Коршуновым. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Елена Владимировна, расскажите, что заставило руководство ВУЗа изменить его организационную структуру? Чем ученый совет не устроили институты, которые до этого решения были основными структурными подразделениями САФУ? На самом деле вопрос об изменении управленческой структуры университета обсуждался в коллективе на протяжении последних двух лет и необходимость создания более крупных структур, нежели существующие ныне 15 институтов, она назрела давно, потому что институт очень разные по количеству студентов, по количеству преподавателей, по количеству реализуемых образовательных программ, по количеству грантов и хоздоговорных тем, которые имеет каждый институт. Поэтому было принято решение, это коллективное решение, коллегиальное, обсужденное на всех комиссиях ученого совета и директорами институтов, и в рамках реализуемой сегодня в университете программы стратегии развития САФУ университета 3.0, которые мы реализуем вместе с Московской школой управления Сколково. Так вот, было принято решение о создании семи более крупных структур, которые были названы высшей школой. Задача их реализовать на своей базе и образовательную деятельность, научно-исследовательскую работу. Эти структуры, в отличие от существующих ныне институтов, будут наделены очень большими правами, в том числе правом финансово-хозяйственной деятельности. То, что раньше называлось хозрасчетной деятельностью, вот мы создаем нечто похожее, ну разве что без образования юридического лица. Ну и соответственно у директоров института, у директоров высших школ, в отличие от директоров институтов, появляется больше возможностей и более серьезные рычаги управления. Они станут членами ректората, все директора будут избраны на конкурсной основе. Сегодня сформированные высшие школы называются так и школа информационных технологий и автоматизированных систем, высшая школа психологии и педагогического образования, высшая школа гуманитарных наук и международной коммуникации, высшая школа экономики управления и права, высшая школа энергетики, нефти и газа, высшая школа естественных наук и технологий и высшая инженерная школа. На самом деле коллективам дано право откорректировать название школ без изменения сути и содержания, которое должно быть реализовано в деятельности этих школ. Руководство высших школ будет отбираться на конкурсной основе. Скажите пожалуйста, каковы критерии отбора и кого вы больше ждете в вузах на руководящих должностях? Все-таки это высокопрофессиональные менеджеры или же авторитетные ученые? Конкурс будет объявлен в ближайшее время на сайте университета. Критерии требования будут размещены. Безусловно, будет оцениваться и в качестве преимущества. Рассматривается опыт человека в управленческой деятельности, в организаторской и организационной работе. Потому что, конечно, руководитель или директор высшей школы должен быть хорошим менеджером. Коль уж его наделяют финансово-хозяйственными функциями, то он должен управлять и сферой экономики, и работать, уметь с людьми. Но очень часто, как показывает жизнь, выдающиеся ученые совмещают в себе и возможности руководить той или иной организацией. Примером блестящим, на мой взгляд, является Николай Павлович Лаверов, наш великий земляк, до недавнего времени вице-президент Российской Академии наук. Жорес Иванчал Феров, тоже является и выдающимся ученым, прекрасным руководителем. Кстати, оба почетные доктора нашего университета. То есть, вот лично для меня нет жесткой грани между хорошим менеджером и выдающимся ученым. Конечно, есть люди, которые могут либо там себя проявить, но есть и те, кто очень органично сочетает оба вида деятельности. А в уже имеющемся коллективе университета есть такие люди? — Такие люди есть. И надеюсь, что они тоже примут участие в этом конкурсе. — Елена Владимировна, еще одним решением ученого совета стало не только изменение организационной структуры, но и утверждение новых перспективных направлений научной деятельности САФУ. Так или иначе, они все связаны с освоением Арктики, техническими специальностями, но почему-то не попало туда гуманитарное направление. Хотя в состав САФУ вошел Поморский государственный университет, который готовил для Архангельской области педагогические кадры. Вот скажите, какова судьба этого направления? — Судьба этого направления самая прекрасная, поскольку создана отдельная высшая школа психологии и педагогического образования. То есть очевидно, что университет продолжает традиции Поморского университета и пединститута и будет заниматься подготовкой педагогических кадров. Что же касается направлений научно-исследовательской деятельности, их семь — это окружающая среда и Арктика, строительство и энергетика в высоких широтах, химия и биотехнологии, человек в Арктике, сырьевые ресурсы североарктической зоны и ресурсы сбережения, судостроение и судоремонт, информационные технологии. Все эти направления, как вы только что сказали, действительно вписываются логически в российскую стратегию арктическую 2020. Это, собственно, те направления, ради которых был создан в свое время Северный Арктический федеральный университет. Но эти направления предполагают свое насыщение конкретными исследовательскими программами и проектами. Так вот в этом смысле гуманитарные сферы являются одной из базовых. Потому что что такое человек в Арктике? Это археологическая деятельность, это сохранение истории, культуры, традиций, в том числе работа с коренными малочистыми народами. Это межкультурная коммуникация, поскольку Арктика — это территория международная, это территория международного диалога. Ну и если мы возьмем другие направления, внешне они смотрятся как более технологизированные, технические, естественно, научные. Мы же прекрасно понимаем, что ни одна серьезная техническая система не функционирует и не может быть создана, не может нормально работать без человека. Поэтому человек — гуманитарная составляющая, социальная составляющая, она присутствует везде. Наверное, самый главный вопрос, как все эти изменения, скажутся на студентах, на качестве их образования, перспективах трудоустройства. И самое важное, наверное, чего ждать будущим абитуриентам. И самое важное — сохранятся для них бюджетные места. Я вот тут хотела бы переадресовать вопрос Алексею Анатольевичу, как проректора по учебно-методической работе. Это человек, который как раз отвечает за приемную кампанию в нашем университете. Я думаю, он ответит на этот вопрос, пожалуйста. Хотелось бы сразу сказать, что для абитуриентов и для студентов ничего не поменяется. Абитуриенты поступают к нам в университет в целом и на определенные направления подготовки. Поэтому институт или высшая школа никак не влияют на результаты поступления. Плюс хотелось бы отметить, что Министерство образования дает нам дополнительные бюджетные места на подготовку, инженерную подготовку и немного сокращает на гуманитарные направления. Но при этом и акцент делается именно на подготовку, на инженерную. Поэтому мы будем ждать наших абитуриентов. И в этом плане для них открываются более широкие возможности по одной простой причине. Сейчас идет определенная унификация образовательных программ. И абитуриент, который поступил на первый курс, имеет возможность переходить после первого курса с одного направления на другое. И это для него дополнительная возможность расширить свои компетенции, свой спектр знаний. И после окончания бакалавриата у него, опять же, есть шире возможности для поступления в магистратуру. Не только, допустим, может быть, юрист, закончил бакалавриат. И спокойно идти по направлению магистратуры, по техническому. И там появится свои компетенции. И быть более восторгованным после выхода из магистратуры. И такие уже запросы от работодателей уже есть. И вот как раз мы в связи с этим подстраиваемся под систему работодателя, что надо, под потребности, для того, чтобы ответить на те актуальные вызовы, которые стоят перед регионами, перед вызовами. Ну, то есть я хотела бы дополнить, что в этом году Министерство образования и науки нам выделило очень большие контрольные цифры приема. То есть мы на бюджетные места ожидаем порядка 3100 абитуриентов. Поэтому обеспечиваем всех необходимыми условиями для получения качественных знаний. Но еще раз хочу повторить те слова, которые Алексей Анатольевич уже произнес. Любой абитуриент поступает не в какой-то институт, или не на какой-то факультет, или не на высшую школу, как структурные подразделения университета, а поступает в университет в целом. В нашем случае в Северный Арктический Федеральный Университет и на конкретные направления подготовки. Таких направлений у нас сегодня около 100. И порядка 300 образовательных программ. И, соответственно, по окончанию вуза, в документе об окончании, в дипломе, значится название университета и то направление подготовки, которое закончил студент. Алексей Анатольевич, давайте с вами еще поговорим об абитуриентах. В отчетах Рособорнадзора с каждым годом указывается на то, что средний балл по ЕГЭ у нас в стране растет. А учителя в школах говорят совсем об обратном, об катастрофическом ухудшении знаний. Вот подскажите, вы в САФУ у себя, на своих первокурсниках ощущаете эту тенденцию? А тенденция в том, что снижается средний балл, конечно, он есть, но не по всем направлениям. По некоторым направлениям подготовки балл, средний балл ЕГЭ растет, по некоторым снижается, конечно. А уровень знаний именно? А уровень знаний тоже, опять же, все зависит от абитуриентов, которые приходят. Есть разные школы, есть разные системы подготовки. Поэтому для того, чтобы наши абитуриенты и первокурсники не потерялись в этом образовательном пространстве, мы специально проводим адаптивные курсы. Физика, математика, то есть те предметы, которые могли западать в школе. Поэтому в этом плане мы их подтягиваем до того уровня, который нам необходим. И дальше они идут в общем потоке со всеми, кто имеет более высокий балл. Поэтому они у нас не теряются, и мы в этом плане их максимально поддерживаем. Плюс у нас есть еще поддерживаемая материальная поддержка. Первокурсники, которые к нам приходят, у них есть стипендия первокурсника 5.0, которая составляет 15 тысяч рублей. То есть это тоже такой стимул для того, чтобы поступать и учиться. Лена Владимировна, вы были одним из проводников баллонского процесса у нас на Севере. В результате в институтах САФУ появилась многоуровневая система образования. Ребята получили возможность ездить, обучаться в Европу или заканчивать образование в других вузах страны по той же специальности. Но вместе с тем у системы есть и ряд минусов. Скажите, как вы оцениваете результаты ее работы на этом современном этапе? Мы должны с вами понимать, что эта многоуровневая система подготовки специалистов стала нашей обыденностью. Это наша сегодняшняя реальность. Это те образовательные программы, по которым работают все вузы Российской Федерации. И наш университет в этом смысле не исключение. Мне кажется, студенты, которые уже поступают и обучаются по этой системе многоуровневой подготовки, они это воспринимают как нечто обыденное. Мне кажется, больше вопросов возникает у тех, ну и в том числе моего поколения, кто обучался по другой системе, по системе специалитета. И поэтому чисто психологически может быть сложнее воспринять эту новую систему. Собственно, для деятельности высшей школы это уже очень обычная система, обычная жизнь, она дает значительно больше возможностей, чем система специалитета. Действительно, абитуриент, поступающий на ту или иную специальность или на то иное направление подготовки, имеет право выбрать индивидуальную траекторию обучения и подбирать те курсы, которые считают необходимыми. Изменять направление подготовки, то есть мобильность очень хорошая образуется и в рамках одного вуза, и между вузами и Российской Федерации, и мира. Человек, закончивший бакалавриат по какой-то определенной программе, может на магистратуру поступать по совершенно другой программе. Алексей Антонович уже сказал, что можно, например, закончить бакалавриат по юриспруденции, к примеру, или по экономике, или по государственно-муниципальному управлению, а в магистратуре поучиться по какой-то инженерной или естественно-научной специальности, или наоборот, инженер может в магистратуру поступить по экономике или по государственно-муниципальному управлению. То есть в этом смысле, мне кажется, у молодежи значительно больше возможностей, чем у нашего поколения было. И, кроме того, если человек закончил бакалавриат и еще чувствует, что не готов поступать в магистратуру, он имеет право пойти поработать, как-то определиться в жизни, понять, от чего он хочет, как он видит свое дальнейшее развитие, и потом через некоторое время поступить в магистратуру. Поэтому возможностей реально больше интересных возникает. Северный Арктический Федеральный Университет известен своими тесными связями с научными партнерами за рубежом. И в Европе, и в Америке. Скажите, пожалуйста, то охлаждение международных отношений, которые мы наблюдаем в последнее время, как-то сказывается на этих связях? Или вы научились разделять политику и науку? Ну, дело даже не в том, что мы научились или не научились, а это позиция нашего государства. Независимо от того, что действительно на политическом и экономическом уровне международная ситуация очень непростая, но и руководство нашего государства, и, в общем, руководство других государств понимает, что должны быть сферы, где это сотрудничество должно продолжаться. И такими сферами являются как раз образование, наука, культура и спорт. Поэтому при всей непростой ситуации международной, все-таки связи в образовании, науке, мобильность студентов, преподавателей, они сохраняются. Ну и последний вопрос. Несмотря ни на что, несмотря на санкции, непростую международную обстановку, изменение самой системы образования, Россия остается самой студенческой страной в мире. По статистике у нас поступают почти все, кто этого хочет. Но есть один нюанс. В Архангельской области, в нашем регионе, очень многие пытаются поступить, стремятся поступить в столичные вузы. Ну, наверное, это справедливо для всех регионов, но у нас есть одна особенность. Мы каждый год видим, что около 30 тысяч северян переезжают в другие регионы. Это, наверное, усугубляет ситуацию. Вот скажите, у САФУ есть силы и средства, чтобы, если даже не остановить эту тенденцию, то хотя бы как-то ее сгладить, хотя бы на уровне молодежи? Ну, задача САФУ на самом деле в том, чтобы дать хорошее качественное образование тем людям, которые обучаются в университете. И мы, конечно, предоставляем сегодня очень хорошие условия образования. Кстати, в нынешней непростой экономической ситуации, я думаю, что родителям интересно то, что, во-первых, университет находится здесь. И если даже ребенок пытается поступить в какой-то столичный вуз, мы все, и на бюджетной основе, мы все понимаем, что любая семья несет большие затраты на то, чтобы там ребенок жил, комфортно себя чувствовал. Здесь, если ребенок поступает на бюджет, то затраты в любом случае у семьи меньше. Во-вторых, все-таки обучаться здесь и безопаснее, чем в любом большом городе, потому что дети там бесконтрольны. Особенно на первом курсе эта ситуация психологическая непростая. Мы знаем много случаев, когда ребятишки очень хорошие, просто терялись в этой новой для них социальной среде. Ну и наконец, все же понимают, что на самом деле иллюзия, что человек, закончивший тот или иной столичный вуз, непременно куда-то очень хорошо трудоустроится по специальности. Ничего подобного не происходит. То есть пробиваются в жизни только единицы. И мы прекрасно понимаем, что выпускники многих престижных вузов, извините, работают в торговых сетях и в сетях общепита, имеют хороший диплом о высшем образовании. Поэтому я думаю, что современные родители очень серьезно подходят к выбору вуза, где будет обучаться их сын или дочь. И в этом смысле и наш вуз, и я думаю, что медицинский наш университет, конечно, дает и очень хорошее качественное образование. Потому что наряду с тем, что есть собственные ресурсы внутренние, у нас очень хорошее сетевое сотрудничество с ведущими вузами России, зарубежными вузами. Всегда можно куда-то съездить, поучиться, пройти стажировку, поучаствовать в каких-то экспедициях. В режиме онлайн очень много интересных образовательных курсов, которые, кстати, мы зачитываем при оценке того или иного студента. Поэтому семь раз отмерь, один раз отрежь. Само по себе обучение в крупных мегагородах еще не является залогом хорошего качественного образования, во-первых, безопасности обучения, во-вторых, и дальнейшего качественного трудоустройства, в-третьих. Но задача снижения миграционных потоков, и особенно выездных за пределы региона, это задачи сложные, комплексные, конечно, которые должен не только университет решать, но это решение совместное и правительство Архангельской области, и руководство муниципальных образований, и руководителей крупных предприятий, которые на территории области расположены и бизнеса, и думаю, мы все вместе будем эту задачу решать. Хорошо, я надеюсь, что и ребята, и их родители услышат нас сейчас, особенно в преддверии приемной кампании. Спасибо большое, Ирина Владимировна, Алексей Анатольевич, за беседу, и успехов вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова